Ровно год назад в декабре 2013 на аэродроме Барановичи вместе с белорусскими летчиками к совместному боевому дежурству по охране воздушных границ союзного государства приступили экипажи российских военно-воздушных сил. Константин Гагарин увидел, как сушки и миги укрепляют безопасность в небе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Су-27 из Петрозаводска. Вскоре их экипажи вместе с белорусами приступили к боевому дежурству. В течение года здесь поднимаются государственные флаги двух стран. В два раза прочнее стала и оборона неба. Решение об организации совместного боевого дежурства экипажей истребительной авиации Республики Белоруссия Российской Федерации на аэродроме Барановичи сыграло свою положительную роль. Это, прежде всего, нам позволило совершенствовать саму систему боевого дежурства. Это дало возможность организовать обмен опытом непосредственно при выполнении боевых задач экипажами Республики Белоруссия и Российской Федерации. Совместное несение боевого дежурства безусловно знаковый этап становления единой региональной системы противовоздушной обороны. Однако этот шаг имеет и богатую предысторию, в которой авиаторам из Белоруссии и России никогда не было вместе тесно в небе. В активе летчиков совместное учение, тренинги, анализы и обкатка передовых моделей борьбы в воздушном пространстве. Наиболее эффективно уровень взаимодействия повышают тренировки дежурных сил ПВО. Не стал исключением и 2014 год. Пилоты учились противостоять воздушным террористам, принуждали к посадке нарушителей государственной границы, совершали перелеты на основные и запасные аэродромы Белоруссии и России. Год был очень напряженный для истребительной авиации. Прежде всего, это выполнение задач в ходе проверки по плану президента нашей страны. Мы в течение двух месяцев выполняли задачи и по рассредоточению авиации на оперативной аэродроме, по обеспечению действий сухопутной группировки войск. И в этих мероприятиях принимали участие не только белорусские экипажи, но и российские экипажи. Как утверждают военные, совместное дежурство и подготовка к нему заметно обогащают системы обучения. В результате накоплен богатый совместный арсенал, в том числе и в области совершенствования, инфраструктуры, единой системы ПВО, а также инженерно-технического обеспечения. Местная база обслуживала уже Су-27. Наработки у них по ремонту самолетов есть. Работаем мы с местным инженерно-техническим составом очень даже плотно. Нам помогают, идут нам навстречу. В ближайшей перспективе уже россияне окажут поддержку белорусам при освоении самолетов Як-130. Эти крылатые машины поступят на вооружение в 2015 году и станут основным учебным комплексом ВВС. Опять же, в подготовке летных кадров у двух армий основательные наработки. В свое время будущие военные летчики из Беларуси становились на крыло в России, а, к примеру, работать по крылатым ракетам научились в Астраханской области. После завершения строительства национальной авиационной школы уже и россияне порой принимали опыт у коллег. Прежде всего, в вопросах, связанных с расследовательением авиации. Речь идет о посадках на аэродромные участки дорог. В наших ВВС этот прием вошел в практику подготовки еще в 2007. В нынешнем году впервые после распада Советского Союза на магистраль приземлились самолеты ВВС России. В свою очередь, белорусы в сентябре впервые действовали на автодороге сразу парой боевых самолетов. Уровень подготовки и ледного состава, и нижение технического состава обоих стран, на мой взгляд, довольно высокий. Также совместное сентябре удерживаться, я думаю, только укрепляет и улучшает эту систему. И еще один элемент в уходящем году отработан, что называется, с чистого листа. 3 июля на параде в честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сотни тысяч минчан и гостей столицы увидели в едином воздушном строю авиаторов Союзного государства. Пилотировали они разные типы летательных аппаратов. На различных машинах несут и дежурство. Белорусы на МиГ-29, россияне на Су-27. Выполнено более 400 вылетов на боевое дежурство. Мы выполнили совместно с российскими летчиками задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства в ходе чемпионата мира по хоккею, чемпионами, на котором стали российские хоккеисты. Это, наверное, вдвойне приятно. Большинство российских летчиков связывает с Белоруссией не только небо, но и земля. Точнее, корни. У многих тут родственники, а кто-то здесь родился. И, конечно, все в один голос утверждают, что не чувствуют барьеров ни в служебных вопросах, ни в общении. В недалеком прошлом это были совместные вооруженные силы. Очень много похожего в ваших вооруженных силах, допустим, как и у нас. Проблем особых нет в взаимопонимании. То есть в помощи, в подготовке, в несении боевого дежурства. Всегда вопросы все решаются, без проблем. Что ж, взаимопонимание людей в погонах, пожалуй, лучше материал, цементирующий при необходимости границу в воздухе. В том пространстве, где сегодня быстрее всего как разгораются, так и гасятся конфликты. Редактор субтитров А.Семкин